Встретились. Вы знаете, что у нас все записывается. И спрашиваю, не против, что выставляется в интернет? Не против. Я слушаю вас говорить. А, вот, все, нашел. Игнатий Тихонович, вот, да, садись. Я звоню вам доложиться, что съездил к Сергею. У нас с вами был разговор, значит, по поводу записи. Ну, видите, мы с вами поговорили, я пошел на поезд. Потом этим вопросом, я так понял, стал заниматься Вячеслав Ткачев. Да, он звонит. Слышно меня? Да, я слышу вас. Я слышу вас, слышу. Да, вот. Поэтому, да, я сделал пару фотографий. Мы были в квартире у Сергея. И пару там каких-то, ну, Радугу заснял. Я увидел Радугу, когда в Воронеж ехал. Вот. Ну, если что, могу вам отправить. То есть, конечно, это совсем ничего, но, в принципе, вам в Скайпе скинуть или на почту? Да, можно. Можно в Скайпе, можно на почту. А что, кто-нибудь на видео снимал что? Конечно, Вячеслав Ткачев. Все заснял. Ну, я не получил пока ничего. Ну, потому что мы только сегодня в Москву приехали. Ну, понятно. Я вот сейчас вот с Виктором, вот видно его. Не знаю, вот он, брат. Добрый день. Это нас вот Сергей познакомил, и мы теперь, вот у меня брат теперь такой есть. У него сейчас. Вот. Можно как-то наладить? Связь как-то плохо почему-то. А как плохо? Что плохо? Какое подключение. У меня все нормально. Тормозит видео. А, тормозит, да. Потому что у меня тут идет закачка идет. У меня компьютер основную силу отдает, закачивает. Ага. Ну, все равно слышно. Я же не ожидал, что вы подойдете. А я попутно спрошу, вы как, познакомились только что с Виктором? Ну. Вам что, меня плохо слышно? С Виктором что, мы как? Познакомились где? Познакомились где? А познакомились мы через Сергея, потому что... А беседы Сергей проводил с Виктором и со мной. И мне Виктор написал, давай дружить. Вот. И стали дружить. Вот мы... Я в Воронеж приехал, я первый раз его увидел. Я увидел Таню, Танюшу, фамилия... Екатерину. А, Екатерину, да. Дмитрия Ермакова и Вячеслава Ткачева. Очень... Игнать Тихинович, у вас классные ребята, вообще здоровские. Мы с ними пообщались. Вот в Москве сегодня расстались, в метро. Вот. Такое вот. Значит, то, что отснял, я вам скину тогда в скайпе. Так, какой-то еще вопрос. А, ну смотрите, вы у нас один остались. Здесь, на земле. Я вот как выбрал Сергея и вас. С самого начала. Как с Капрановым Игорем. Вот увидел. Так что... Был Александр Калинин, приезжал. Приезжал, да. Куда? На похороны. Понятно. Мы снимали мы все понемногу, потому что у Вячеслава камера была плохая. И там мы на телефон часть снимали. Что-то в поезде поснимали. Что-то в квартире поснимали. То есть, мы все пришлем. Только позже. Потому что мы только приехали. И сейчас все соберем в кучу и вышлем. А кто-нибудь... То есть, Игорь Детихович, то, что вопросы я записал по поводу помощи. Там проповедь, кто говорил? Говорите, мы вас слушаем. Проповедь, кто говорил? Батюшка говорил проповедь, но он попросил не снимать. Это... Там не проповедь, а перед отпеванием. А почему не снимать-то? Он что, неправильно говорил? Он записал аудиозапись. А батюшка-то что, он боялся? Правильно говорил. Он просто попросил, чтобы так и так перед отпевать. Непонятно. А почему он просил не снимать-то? Он сказал, что я не публичный и попросил. Это не чистое дело, когда вот так просят что-то. Там темная сторона какая-то. Вам не слышно, да? Нет, мы же слышим, ну, как бы так, немножечко урывками, но нормально. Мне непонятно, почему... Игорь Детихович, меня-то не было. Я в Воронеж приехал в пол-третьего. Ну, говорите. Но мы не можем... Мы не можем сказать, почему. Он попросил... Мы снимали на камеру, а он попросил убрать... Мы часть сняли, частично там что-то. Вот завтра... Дмитрий приедет, Ермаков, домой. Сегодня точнее. И скажешь, что и как. Он вышел на почту. Хорошо. Дело в том, что если говорил проповедь... И запрещал снимать, это что-то неладно там. Какая-то темная сторона, темная. Непонятно, да? Плохо? Нет, ну, он хорошо сказал. Он 17 лет... 16 лет вместе с Сергеем был. Как бы такой... То есть... Все правильно сказал. Все объяснил, как сделать. Он матушке объяснял, как правильно погребать. И там... Как руки развязывать. Как это все делать. Как там песком. Объяснял. Убрал все вот эти... Которые... Как это называется? Когда? Суеверия. Все объяснил, что и как. Что правильно, что неправильно. То есть, ну, грамотный священник. И Сергей... Он рассказывал, что Сергей его очень... Еще неизвестно, кто чей духовник был. То есть, они вместе, как братья. А как священника звать было? Не Сергей? Игнатий Тихонович, я... Сергей. Ну, да. По-моему, Сергей. Это Бирюков, я его знаю. Бирюков. Фамилия Бирюков. Ну, он один там у него был. Ну, ну. Найдем. Записать, да? Запишу. Ну, он не публичный. Он ничего же нигде. Публичный. Игнатий Тихонович, у меня сложилось впечатление, что в городе... У меня сложилось впечатление, что в городе о Сергее не особо знают. Ну, конечно. До сих пор. Вот. Ну, я поговорил с его... Говорите, говорите. Я вот поговорил с его матушкой, с сестрой, все вопросы там по поводу сайта, по поводу помощи, все решается. Вот. Что-то еще хотел, подожди. Еще священник попросил, когда мы выносили Сергея, он попросил, чтобы подольше на улице постоял гроб с телом. Чтобы все жители... Ну, как будет такая мелочь, но, говорит, чтобы все вдоль, чтобы могло больше народу увидеть похороны. То есть, он каждую мелочь, все это так тщательно, прям, ну, умный человек, ну... А, еще, знаете, я о матушке выпросил, она мне подарила одну иконку, ну, на память, ну, маленькую, Владимира Сербского. Если я не ошибаюсь, ему где-то, вот, по святкам где-то вот рядом, да, день памяти. Или был, или будет. Угу. Ну, говорите. Я в храме Минею листал, вот, кто-то из сербских князей, вот, вот, ну, хотел себе домой взять на память, но в итоге в поезде, в вагоне столкнулся с какой-то матушкой, монахиней. Рассказал и про Сергея, и ей подарил, не удержался. Вот, она нам подарила чайный пакетик и сурок для Катерины. Катерина очень такая невеста, добротная растет, конечно. И коса, и знания у нее, конечно, просто молодец она. Очень я рад знакомства был с ней. Вот. Ну, знаете, я ощущал вот всю поездку, и сейчас вот помощь Сереге, конечно, вот, как бы заступничество, ну, как вот. Вот. То есть так он молился здесь, а как будто вот он теперь за нас там. Вот. Вот. И радугу видел, и, в общем, как-то очень радостно все. То есть обычно похороны это какое-то такое грустное, да, вот все, а мне вот, вот, ну, вот, радость какая-то. А, Игнатий Тихонович, мы с мамой когда разговаривали, вы, если будет возможность, вы с ней свяжитесь по скайпу, когда она более-менее в себя придет. И она хотела тоже принять участие в, как называется, занятиях. В занятиях. Ну, либо побеседуйте, расскажите, как ей лучше сделать. Хорошо. Это все оформить. Она, может быть, будет тоже выходить в скайп и общаться с людьми. Я был у них. Ночевали мы, когда поездка была. Игнатий Тихонович, такой вопрос. Да. Она рассказывала. Да. Там кот этот вот рыжий замечательный. И вообще у Сергея в комнате очень хорошо. Обычно, знаете, когда люди болеют, там, ну, плохо пахнет так вот как-то вот. А тут вообще все очень приятно. Я матушке сказал, что надо сохранить вот все, как есть. Уже иконки потихоньку начинают исчезать со стены. Вот. Ну, наверное, надо хранить все это, я так думаю. Это такая память. И, Игнатий Тихонович, я хотел еще у вас спросить такой вопрос. Ну, вы меня только правильно поймите. Моей бабушке тоже за 80, да. То есть у нее все решено, ну, как вот последний вот этот переход, да. Вы, ну, планируете вот где вы есть, да, вот там, ну, до конца дней. Да. Да, да. Вот. Потому что на день рождения меня к вам никогда не отпустят. Никто. Вот такая жизнь у нас. Мы не собрались-то все к Сергею. Такой повод. Все собрались. Так бы не собрались, наверное. Сейчас вот познакомились хотя бы. Я даже не знал, что столько христиан-то есть настоящих. Я сам недавно только вот с Сергеем познакомился. Да. У меня что-то в голове-то хоть появилось хотя бы что-то. Еще у вас начал смысл пить. Вот. Ну, это уже вы свяжитесь с ней. Уже там вы, наверное, в курсе, да, всех дел? Нет, я не могу связаться. У меня никаких возможностей нету. На скайп они не выходят. А по телефону я никому не звоню. Она, если придет на занятия, тут мы встретимся на занятиях. Угу. Ну, чтобы она пришла на занятия, ей надо это все объяснить. А я вам сейчас... Может быть, Слава Ткачев объясняет. Я вам сейчас... Я тоже их не знаю. Я вам сейчас скину, скину, а вы Вячеславу скиньте, чтобы он переслал. Кто там может... Я вам данные скину сейчас. Сразу после разговора скину данные. Вам плохо слышно? Давайте. Слышим? Ну, урывками, ну, понятно. Ну, видишь, я вас не ожидал. У меня идет закачка новых роликов. Ну, я решил, пока есть время, как только приехали, сразу позвонить, чтобы уже, ну, отчитаться, что... Занятия... 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 Занятия у нас сегодня... Занятия будут сегодня. Угу. А не в среду, в пятницу и в воскресенье. Угу. В два часа по московскому времени. Угу. В принципе, все. Ну, все тогда. Все тогда. Ну, давайте отдыхайте после дороги. Вам надо отдохнуть. Спасибо, давайте. С Богом. Отдыхайте. Глаза закрывайте спать. Ложите спать. Отдыхайте. До свидания. До свидания. Господи, Сосе Христественное, Боже, помилуй меня грешным. Так.